Привет всем! Ох и любят современные блогеры всякие там микросхемки паять, про всякие там деталюшечки и РЦ-фильтры рассказывать из старых журналов. XY-конденсаторы к тангенциальным резисторам припаивают, а иногда и просто резисторы выкидывают и их полевыми транзисторами заменяют. Но вот чтобы сделать что-нибудь конкретное, а схемку какую-нибудь простенькую, интересненькую, вот на это, похоже, у них то ли ума, то ли фантазии не хватает. А вот нет бы, чтобы сделать какую-нибудь детскую игрушку для своих детишек порадовать. Ну а коли не своих, так тех, которые вас смотрят. А я вот решил, дай-ка я сына порадую и сделаю ему вот такого паука на дистанционном управлении. Паучок простой, с моторчиком, и может он ездить от одной вот такой вот пальчиковой батарейки, либо от солевой батарейки, но если всунуть в него батарейку и запустить, это, конечно, будет гениальная самоделка, но для меня не такая уж интересная. А вот чтобы паук от пульта двигался, вот это куда позабавней будет. Электрическую схему для этой самоделки я не в журналах радио вычитывал и не на ютубах искал. Собрал когда-то и показал для ребят, что все может быть гораздо просто. Без всяких транзисторов и резисторов можно сделать фоточувствительный светодатчик, который будет ток от батарейки регулировать и в какую-нибудь нагрузочку запускать. Ну-ка давайте-ка проверим вот такую хитрейшую и умнейшую схему, которая нужна для всякого хозяйства, состоящую всего лишь из двух почти светодиодов, правда один из них фототранзистор, а второй светодиод. И вот если на этот фототранзистор посветить вот этим вот фотопультом телевизионным заброшенным, то посмотрите, как здорово светодиод начинает ярко гореть. А значит это говорит нам о том, что если вместо светодиода мы поставим моторчик, который как раз в этом пауке и есть, то освещая вот эту вот приблуду черную, мы получим движение вот этого паука страшного. Ну что, давайте попробуем, паяльничек возьмем-то попаяем немножечко. В качестве элемента питания я буду использовать вот этот вот обломыш пальчиковой батарейки. Он как раз подойдет, от него этот жук вполне пальцами своими и лапками шевелит. Но, боюсь я, что ток, который будет пропускать вот этот вот фоторезистор, фототранзистор, фотодиод, будет недостаточен для того, чтобы жук этот смог лапками шевелить, а точнее мотор работал. Да, вот по корпусу можно легко догадаться, что ток выдерживает такое устройство не очень большой. Но я бы предположил где-то максимум 100 мА. А значит надо бы к нему какой-нибудь транзистор добавить, чтобы они соорганизовали из себя пару составного транзистора, как советские инженеры делали. И срабатывала эта схема максимально открываясь и пропуская ток на моторчик вот этого жука от вот этой батарейки. И для этого можно использовать обыкновенный транзистор. Где его взять? У меня транзисторы лежат вот на такой пластиковой тарелочке. Где они лежат у вас? Я не знаю. Где я их взял? Скажу. Транзисторы у меня разные. В основном из лампочек экономок это вот эти, вот эти, вот эти из усилителей, вот эти из блоков питания, вот это, не помню, из какой-то игрушки выколупал. Почему я их так в рядок расположил? Ну, чтобы намекнуть вам о том, что если у вас мотор будет слишком мощный, то вот такого маленького транзистора вам будет просто недостаточно. Вот это примерно 150 мА. Да, моторчик будет жужжать, лапки дрогнут, но скорее всего жук не поплывет. Вот этот, говорят, что вот такие транзисторы могут выдерживать пол ампера. Но не знаю, корпус как-то маловат. Я бы понадеялся вот на такие. Им, говорят, 600 мА вполне достаточно. Это чуть больше половинки ампера. Ну, а вот такой интересный транзистор на радиаторе он вообще много может через себя пропустить. А без радиатора в импульсе может даже 1 ампер. То есть можно было бы вот такой впаять. Про это-то говорить не буду. Он большие амперы выдерживает, но в жука не поместится. Поэтому, скорее всего, я остановлюсь вот на таком транзисторе. Давайте мы на нем и соберем всю схему. Делать печатную плату я категорически отказываюсь, потому что место она много занимает, да и китайцы на ней зарабатывают. А я предпочитаю оставлять все деньги в России-матушке. Поэтому припаивать транзистор я буду прямо на корпус батарейки. Определив, где у транзистора эмиттер, я беру паяльничек и начинаю вот такими нежными поглаживаниями прямо по батарейке на ее минус и ее корпус, так сказать, припаивать вот эту полупроводниковую структуру, которая и поможет мне заводить моего жука. Кажись, получилось. Давайте посмотрим, получилось припаять. Да, вполне надежно. Потом и культурю, чтобы в жуке все это дело не развалилось. Ну а теперь мне надо припаять сюда чувствительный фотоэлемент. Не путаемся с плюсами и не путаемся с минусами. Чувствительный фотоэлемент пойдет у меня на коллектор. Коллектор это где-то посередине у этого транзистора. Паечка должна быть аккуратной и осторожной, чтобы просто замыкание не понаделать. А так-то оно все простенькое и все должно получиться. Спаивая все эти элементы, а точнее припаивая их контактом, конечно же соблюдайте полярность. Вот плюсик моего фототранзистора должен быть на плюсике батарейки. Он как раз будет на базу смещения подавать, то самое положительное, которое будет открывать этот транзистор. Тут ничего сложного. Могу и схемку нарисовать, но боюсь, такие простые схемы, если даже я их нарисую, будут непонятны не очень популярным блогерам. А вот балаболы их обругают. А я этого никак не хочу. Ну, примерно вот так. Но вот такая система будет работать не совсем хорошо. То есть, когда я посветил, ну, она будет ехать, да, вот если не развалится, в то время, когда будет освещен этот фототранзистор. Мы можем эту схемку модернизировать, добавив к ней небольшую емкость. Небольшую емкость мы добавляем на базу транзистора и на минус. То есть, припаивается где-то вот так. Сейчас я это и попробую сделать, а если получится, покажу вам. Ну вот, схема в сборе, и теперь давайте я покажу, кто и что здесь делает. Транзистор припаян эмитером прямо к минусу. Это минус. И транзистор будет этот минус отсекать от двигателя. Провод питания двигателя пойдет у нас вот сюда, на коллектор. Коллектор не имеет никакого смещения, мне этого и не надо. А вот на базу заведен вот такой электролитический конденсатор. И сюда же на базу заведен вот этот вот фототранзистор, который получает питание от плюса батареи. Мотор будет подключаться к коллектору и к плюсу батареи. Этого вполне достаточно. Когда фототранзистор будет освещен, произойдет заряд конденсатора и открытие транзистора. То есть, все будет срабатывать достаточно плавно. Не резко, сразу завелся мотор, а постепенно. Но при этом, когда освещения не будет, мотор остановится не сразу, а только после того, как разрядится вот этот конденсатор. Вот такая простенькая схема. И теперь надо припаять провода и подсунуться в нашего паука. Давайте примеряемся, получится у меня засунуть его туда или нет. Но, по-моему, все хорошо помещается. Осталось только поработать пальцами. Процесс этот удивительный, поэтому я его, наверное, сокращу. В брюхе у паука есть вот такое отверстие, в которое можно как раз и подсунуть электрические провода, чтобы подпаять их клеммом. Этим я сейчас и попытаюсь заняться. Возможно, у меня это получится, и я даже не испорчу паука. Ну, вот как-то так. Возможно, припаяло, может, нет. Сейчас рассмотрю при помощи стекла. Ну, вот, возня с пинцетами, паяльниками и проводами закончена. Игрушка готова. Все поместилось очень даже удачно. Пузово у паука большое. Хотелось бы сделать ему светящиеся глаза, но это дело будущего. А теперь давайте испытаем. Честно говоря, я уже испытал. Я теперь хочу продемонстрировать, как эта штука будет работать от пульта. Ну что, готовы? Вот такая она штукенция. Ну-ка, еще разок. По-моему, очень неплохо получилось. Бегает он только вперед, поэтому тут нет разницы. Свечу я ему в лицо или в попу. Инфракрасные лучи отражаются от стенки, и он просто бегает. Ну-ка. Вот так вот. Хоть сюда, хоть сюда. Ну, а теперь сынка будет развлекаться этой игрушкой. По-моему, неплохо получилось. Что, Данила, готов испытать папину новую самоделку? Жми кнопку. Ну как, прикольно? Папа, а как это пульт на паука действует? А я, сынок, в паука разместил схему, которая чувствует вот эти инфракрасные лучи из этого пульта. И тогда моторчик заводится. Да, сынок, вот так вот получилось здорово, да? Можно играться. Ну, давай, запускай его. Ну-ка, запусти его в ту сторону. Как он побежит? Давай еще. Любую кнопку можешь нажимать, ему все равно. Нам игрушка настолько понравилась, что мы с сыном решили проверить, а на какой дистанции будет пульт от магнитофона доставать до этого паука. Ну, сынок, нажимай. О! Да, ну-ка, давай, пусть к тебе едет. Зови, зови его, зови, мани. Зови, паучок, а мне, а мне, хороший. Зови, зови его. Комната примерно 5 метров, то есть вот с расстояния 5 метров можно управлять такой игрушкой. А я тут кнопочки нашел, и они немножечко управляют. Да? Ну, давай, управляй, сынок. Субтитры сделал DimaTorzok